если хотите знать как получил корни при вот таком горизонтальном укоренение в пакетах тогда смотрите это видео и не переключайтесь желаю вам приятного просмотра всем привет собираюсь укорнить виноград для этого есть у меня вот такая лоза дня три назад я срезал сегодня 17 февраля сейчас я ее собираюсь нарезать вот так на черенки нужного размера положу их в воду а завтра или послезавтра приступим непосредственно к укоренению так что не переключайтесь нарезать я ее буду по две почки одна почка на корни а вторая на листву можно лучше бы было даже если оставить наверху две почки но укоренять мы будем горизонтально и у меня нет места такого подходящего и две почки слишком длинный черенок будет мешать по ходу посмотрим после замачивания срезы все равно будем обновлять мачивать буду вот так целиком наши черенки находятся в воде уже два дня сегодня 19 февраля я их сейчас достану промою и переложу в этот контейнер также подготовил пакетики с грунтом грунт состоит это торф сфагнум верховой торф нейтрализованный сейчас будет фотография его здесь две части плюс к этому одна часть такой торф кокосовый одна часть агро перлит и одна часть вермикулит раньше а вместо кокосового торфа добавлял садовую землю обычную садовую землю но по моему в таком варианте в пакетиках ну чаще появляется плесень и поэтому решил от этого отказаться насчет двух последних вермит и агро перлит не могу определиться что из них лучше и поэтому добавляю оба так я сейчас его достану промою ну а вы не переключайтесь итак горизонтальные укоренения это моя теория а правильная она или нет это уже решать вам сперва пример с винограда лозу плодоношения мы же укладываем вот так горизонтально чтобы силу роста одинаково распределить по всем почкам а если бы лоза находилась вот так вертикально то наивысшая сила роста было бы у самой верхней почки а нижние почки наоборот были бы такие ущербные также с деревьями в саду обрезая крону мы стараемся перевести вертикальные ветки в горизонтальные тем более в нашем случае энергия нашего черенка она же ограниченная автономная энергия если мы будем укоренять вертикально то большая часть энергии будет уходить верхнюю почку и мы скорее всего получим листву нежели корни а если положим его так горизонтально то это автономная энергия черенка она распределиться вот так по всей длине второе не менее важное условно делим наш черенок на подземную часть и надземную часть здесь энергия будет расходоваться на получение корней а верхней части на получение листвы так как мы хотим сперва получить корни а листву чуть позже для этого нам в нижней части надо создать более благоприятные условия а верхней наоборот менее благоприятные условия это имеется ввиду здесь температура в районе 16 18 градусов а в нижней части в районе 25 градусов как я это получаю проще всего для верхней части это температура помещения в котором будет происходить укоренение как я сказал в районе 16 18 градусов а в нижней части здесь будет пакетик с грунтом который ставится на элемента теплого пола сейчас попробую показать это температура 18 может чуть больше это я же много говорю вот и разогрелся прям далее берем пакетик ставим туда черенок и переносим это на элемента теплого пола я его часто использую даже в саду такая пленка сейчас когда соберу несколько пакетиков черенками то еще раз включусь и покажу как раскладывай о самом теплом поле есть здесь такой терморегулятор можем задать температуру ниже выше здесь его датчик преимущество его еще в том что между включениями и выключениями есть определенное время и за это время наш пол теплый пол успевает остыть и вот эти температурные качели плодотворно влияют на развитие корней это факт далее буду подготавливать черенки и опять чуть чуть говорить не переключайтесь на каком расстоянии надо обновить нижний срез вот лучшие корни будут вот в этом узле и поэтому рез делаем как можно ближе к нему и не вот так прямо а вот чуть-чуть наискось чтобы площадь среза было больше вот так это уберем и почку тоже уберем вместо бороздавания можно снять кору вот до зелененького сверху тоже так сантиметра 3 торцы а все равно замазываю такой живой корой все теперь переходим к укоренителю не переключайтесь есть укоренитель клон x гель и известный корневин по цене клон x гель дорогой корневин в разы доступнее по эффективности по моему корневин работает лучше так что будем использовать его клон x гель отдыхать корневин корневин не надо чтобы еще и в кадр попадать все и закрываем первое время первые дня два воду будем подавать вот так через шпиц а потом на 3 на 4 день можно вот так распороть ставлю их на теплый полок в таком положении если допустим вы ставите на батарею где-то и она недостаточно теплые то тогда можно ставить в таком положении как бы тогда расстояние до черенка будет меньше но я ставлю вот там они в таком положении и место меньше занимает еще можно подписать его берем маркер и пишем что нам надо например не переключайтесь далее приготовлю несколько штук и включить уже у теплого пола но вы меня поняли не переключайтесь и 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 здесь их 16 пакетиков не прощаюсь и не переключайтесь это обязательно и так прошло третье дня сегодня 22 февраля и делаем вот такие надрезы как у меня получится левой рукой для лучшего доступа кислорода к корням верно изменясь tighter или и влажная здесь можно добавить воды и теперь уже будем вот отсюда подливать ладно сюда не переключайтесь привет сегодня 9 марта с момента начала укоренения прошло 18 дней здесь все наши 16 пакетиков до сих пор и даже не менялось их положения еще раз за температуре в котором происходит укоренение верхней части вот такая температура а чуть ниже ближе к нагревательному элементу уже будет температура выше и как бы у корня есть выбор куда комфортней туда и будет развиваться сейчас мы визуально смотрим каждый пакет выберем где самые мощные корни и наоборот где они минимальны промоем эти черенки и сделаем небольшой анализ не переключайтесь начнем самого первого пакетика а суда правее укореняется инжир тоже кстати весьма успешное укоренение если вам надо такое видео то напишите об этом в комментарии и видео будет любой каприз за ваши не переключения а так укореняются неликвидные черенки тоже вроде приживаются но нам же нужен стопроцентный результат тогда нам сюда в общем первый пакетик но есть корни здесь чуть-чуть здесь толстенные здесь нету зато здесь есть вот здесь их вроде много вот здесь точно вот здесь давайте посмотрим ну как бы одинаково везде ну вот здесь самые вот здесь самые меньшие пуны давайте его отложим вот так а этот пакетик находился вот так как бы горизонтально не бачком и корни проросли вниз это значит здесь была температура это значит для черенка более комфортно и больше 25 градусов температура этот самый крайний я к тому что здесь температура была меньше и корень появился именно с этой стороны тоже крайний здесь с этой стороны корень в основном он вышел как будет выше и снизу тоже нормально эти пакетики ставились плащма из-за вот этой струбцинки иначе вот так не получалось их поставить так сказать это было это был вынужденный шаг вот хорошие корни вот пути давайте вот можем а вот на этом черенки было две почки и корни я вам скажу вот здесь вот здесь самый больший корни принципе здесь они приличные и здесь приличные в целом укоренение успешный как в целом стопроцентный сейчас мы промоем вот эти черенки и уже спокойно сравним не переключайтесь как начнем так это и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но если брать вот эти корни за минимальные, то по-моему укоренение шикарное. А вы как считаете? Об этом обязательно напишите в комментарии. Теперь о грунте, в который буду пересаживать. Как вы помните, наш грунт состоит из верхового торфа две части. Одна часть это вот такой кокосовый торф, одна часть перлит и одна вермикулит. Так вот, сейчас я вместо него буду добавлять садовую землю, обычную садовую землю. Все то же самое, только вместо кокосового торфа садовая земля. Пересажу эти черенки вот в такую землю, в такой грунт. И уже когда придет время, тогда пересажу в сад. На этом все. Всем желаю крепкого здоровья, хороших урожаев и не переключаться, когда смотрите мои видео. Всем пока-пока. Не, а корни и правда огромные просто. Ну и здесь и черенок мощный и две почки. Энергия черенка же больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...